Сашенька, 100 баксов видишь? Вижу. А хочешь? Хочу. Тогда давай так. Если ты сможешь их оттуда достать, не разрушив конструкции и не разлив воды, они твои. Да ты чё, это же нереально. Нереально, Сашенька, это любить соседей, у которых ремонт с 6 утра. А это очень даже реально. Так, короче, хочешь 100 баксов? Ага. А по морде хочешь? Не, на самом деле это просто было так в следующем расследовании, когда мне предложили 100 баксов, типа ничего не пристойного. Я как бы согласилась, а потом по морде. Правда тут у меня уже согласия не спрашивали. Я думала, что пришла поубирать. Как пыли еще, мама. Но попала в очередную ловушку. Да иди сюда, сядь туда. В общем, от меня хотели не только уборку. Да не надо, ну пожалуйста. Влад, закрой. Ты меня услышала, что я тебе говорю. Товарь, ты вонючая. А начиналось все просто. Меня пригласили на уборку, в чужую квартиру. А это может быть опасно. Поэтому я сегодня не только со скрытыми камерами, в сумке и кармане юбки, но и с газовым баллончиком. Закрыт? Открыт. Группа, как всегда, на связи через подслужку в ухе. Раз-раз, нормальный звук? Да, слышно. И вот мы на месте. Адрес квартиры мне дали точный. Вчера мы установили на нужном этаже скрытую камеру. Запускаем камеру в подъезде. Группа, немного оторвавшись, тоже заходит за мной. Я поднимаюсь на второй этаж. И, как и было обещано, нахожу под нужным предверным ковриком ключ от квартиры. Его для меня оставила Лера. Кто такая Лера? Она написала мне на сайте знакомств просто пообщаться. На фото безобидная хрупкая блондинка. Но через время вдруг предложила за полцены по дружбе. Классный смартфон, якобы ей подарили более крутой. Шара очень заманчива. За 4 тысячи гривен она отдавала телефон, цена которому не меньше 8 тысяч. Как будто цепляла меня на крючок. И я для виду заинтересовалась. Но она все никак не могла выбраться навстречу, чтобы его продать. Мол, за пара на работе. И правда, ну с кем не бывает. Наконец Лера назначила встречу. Сегодня. На 8 вечера. Но сейчас только 5. И я стою у двери чужой квартиры. Достаю баллончик. Ведь за дверь у меня могут мгновенно отключить. Одним ударом по шее. Ну что, открываю. А вот тут самое интересное. Почему я за 3 часа до встречи с Лерой стою у чужой квартиры? И при чем тут уборка? Потому что в квартиру меня позвала тоже Лера. Но под выгодным и ненавязчивым предлогом. Якобы она периодически убирается у одного киевского мажора. Но только потому, что он платит долларами. Сто баксов за раз. А это на минуточку 2000 гривен. При том, что средняя цена уборки в столице 200 гривен. Но, мол, ему не жалко, а ей лишние баксы от вообще не помешают. Да вот незадача. На сегодня он срочно вызвал Леру на уборку. А ее не отпустили с работы. И она попросила меня ее подменить. И заработать за пару часов сто баксов. Ведь баксы сейчас на вес золота. Конечно, я соглашаюсь. А вот после уборки часов восемь мы с ней наконец-то встретимся. И она мне продаст свой смартфон. Это-то нас и напрягло. Уж слишком все срочно и слишком заманчиво. Прям как сыр в квартирной мышеловке. Быстро пытаюсь найти выключатель. Есть. Дверь на замок не закрываю, чтобы группа, если что, смогла быстро прийти на помощь. Аккуратно начинаю проверять комнаты. Скрытая камера из сумки все пишет. Вроде никого. Но дверь ванны закрыта. А проверить надо. Фух, вроде точно никого. Ставлю сумку с камерой так, чтобы видела всю комнату. И ненавязчиво, вроде бы проверяя пыль, расставляю еще две скрытых камеры. Об основной комнате и в спальне. А вот, кажется, и 100 долларов за уборку. И золото Леры. Да, она попросила меня забрать свои украшения, которые она забыла на прошлой уборке. Мол, хозяин оставит на видном месте. А мы же с ней все равно сегодня увидимся. Пока все сходится. Но она явно не зря меня аж двойной шарой навстречу выманивала. Кстати, а что мне мешает сейчас забрать и 100 баксов, и золото, и просто уйти? А нет, Лера в переписке предупредила, что у мажора по всей квартире бытовые скрытые камеры. Ну вот эти, которые то в мишках, то в часах, то в машинках. В общем, если что, мои фото потом во всей красе в милиции. Аргумент железный. И я правда заметила в квартире неработающие часы, черную машинку и какие-то цяточки на колонках. Мало ли. Ну что? Ну что, если работают скрытые камеры мажора, мой ответ группе должен выглядеть как разговор с самой собой. Что, прикольная квартирка? Косторная. Пустая. Квартирия никого пока что. Кстати, я могу уже закрыть входную дверь, хотя расслабляться рано. И если это все-таки афера, мне нужно вести себя предсказуемо. То есть убирать. Группа перешла в режим ожидания. А я переодеваюсь и начинаю пахать как золушка. С пылесосом, тряпкой, вытираю карнизы, мою туалеты. Так, стоп. А почему в ванной нет даже зубной щетки? Общий бардак в квартире был, но отсутствие щетки меня очень смущает. Для чего эта квартира? Ну ладно, пока продолжаю убирать. Хотя, может, я себя накручиваю. Группа рядом, квартира пустая. Опять же, 100 баксов за уборку, честно, оставлены. На пылище, мама. Прямо как здесь. Мы сдали золушку. Или фигуристку. Но вот я уже и уборку заканчиваю, а ничего так и не произошло. В общем, песик Тузик сам себя напугал. Похоже, все произойдет на личной встрече с Лерой. Группа рассаживается по машинам и ждет моего выхода. А я навожу последние штрихи, и все. Уборка окончена. Я забираю 100 баксов гонорара, золото Леры и две скрытые камеры из квартиры. Перед выходом Лера просила ее набрать. И я ей звоню. А она сбрасывает. Странно. Но почти сразу получаю от Леры СМС. Сказали, могу говорить на собрании. Все в силе. Восемь встречается. Что-то не нравится мне это. Но выйти я не успеваю. О, кто такая? У меня такой же вопрос, учитывая, что дверь-то он захлопнул. Кабалерна, хозяин. Рот, закрой. Подожди. Пойди сюда. Что ты делаешь в моей квартире? Так я просто уберу. Что ты мяблишь, я тебя спрашиваю? Что ты здесь делаешь? Я убираю. Я от Леры. Девочка, которая вас убирает. Она просила меня, что сегодня заметила. Такой убираешь? У меня уборщицы сроду нет. Ты выщи, чухаешь глаза, тварь. Приплыли. Лера меня подставила? Но зачем? Что происходит? Смотри, смотрите, слышу, вы мактон или что? Вы, подождите, вы, наверное, неправильно подумали. Я от Леры. Да сядь на место. Это я пыталась отойти и прилепить еще одну камеру, которая у меня в кармане юбки. Это какое-то недоразумение. Я ключи потерял неделю тому назад. Это ты животное их нашла. Залезла в мою квартиру. Блин, вторая попытка мимо. Он полностью меня блокирует. Но надо прорваться. Здесь, смотри, здесь у вас просто был бардак. Здесь все прибрано. Сядь на место. Смотри, здесь же все было убрано. Иди сюда, сядь туда. Удалось. Теперь нас видят две камеры. Но хозяин квартиры вскипает просто на глазах. Я оставлял с утра. Да, блин, тварь. Оставлял золото. Золото своей жены и 100 долларов. То есть это золото не Леры? Крис, не провоцируй его. Мы показать ей не можем, так прочее, что он хочет. Первое. Он утверждает, что потерял ключи от квартиры. Второе. Золото не Леры. Третье. Баксы и золото у меня в сумке. И что же будет, если он их найдет? Но ведь Леру я же не придумала. И пока гну свою линию. Ну, Лера, это ее золото. Ну, закрой, да, я тебе. Не рвели меня на животе. Бери живот. Животина, закрой рот. Давайте я Лере. Какая Лера? Кто такая вообще Лера? Я первый раз слышу, что кто-то Лер. Ну, я же не могла обновить. Давай, набери, набери мне Леру. Набери животином мне Леру. С***. Я последний шанс, я тебе говорю. Оправдать вот то, что ты мне не п***. Ну, да, его предположение понятно. Он потерял ключи от квартиры. Я нашла, шарюсь по его квартире. Он меня застукал, а я отбрехиваюсь какой-то Лерой. Тварина, ох, тварина. Ты что, залезла ко мне в доме, еще мне рассказываешь. Это что там, Лера? Что? Телефон дай сюда. Так она выключена, твоя Лера. Она вообще существует, эта Лера? И тут я понимаю, что Леру-то ни разу так и не видела. Но ключ под ковриком мне же кто-то оставил. Лера. Ты понимаешь, у меня вся хата, вот и она камерами. Рот закрой, я тебе, ***. Закрой лучше рот, я тебе. Хозяин даже не дает опомниться и подумать. И вроде все сходится. Я про камеры знаю, ведь Лера говорила. И на них точно будут кадры, где я кладу золото и баксы к себе в сумку. А под таким прессингом... Рот закрой. Любая на моем месте приняла бы, вроде бы, очевидную версию, что Лера ее подставила, сделав воровкой. Но я-то не расслабляюсь. И если подумать... А ведь на его скрытых камерах будут кадры, где я убираю. А разве вор убирал бы? Если у вас просто есть камеры, вы можете посмотреть по этим камерам. Что это такое? Что это, я тебя спрашиваю? Это вот ты украла золото моей жены, мои доллары. И ты мне еще сейчас рассказываешь, что это животное про Леру. Он проигнорировал аргумент про его домашние камеры. Почему? Но выход-то очевиден. Я вам все отдаю. Вот и решение проблемы, не так ли? Ведь больше ничего не пропало. Слышь, тварь, я сейчас просто сделаю один звоночек, приедут, упакуются в Бобик. Менты с тобой, тварь, цацкаться не будут. Похоже на банальное запугивание. Да, девочки этого боятся. При этом свои домашние камеры смотреть не хочет. А ведь там мое алиби. Он точно правды не ищет. Ищет что-то другое. Но что? А давай, может, ты как-то отработаешь, да? А давай ты как-то, может быть, отработаешь, да, тварь? Хорошо, да не надо, ну пожалуйста. Брат, закрой. Ты меня услышала, что я тебе говорю. Давай, ты вонючий. Нет, если я скажу наше кодовое слово «щука» сейчас, пацаны вынесут дверь. Но тогда мы ничего не узнаем. А я вижу, что он просто выбивает из колеи. Чтобы от страха у меня отключился мозг. И зачем-то ему это очень нужно. Деньги есть у тебя? Во как. Да, после домогательств любая будет готова откупиться деньгами. Но если денег с собой просто нет. Нормально, отвечай. Деньги есть? Нету. И тут я замечаю на его лице непроизвольное удивление. Он что, рассчитывал на деньги? Но я же не похожа на богатую тетку. Нет, но у меня только, я только взяла 200 гривен сегодня. Сколько есть? У меня нету денег. Вот это что, животина такое, а? Кому ты, п***, делала, тварь? Похоже на четкий план. И что теперь? Давай, проваливай отсюда. Вроде бы не было дома. Тварюка ты мелкая. Я уйду, но очень недалеко. А в ответ тишина. Значит, он таки врет. Давайте, так, давайте по карманам. Я не знаю. Слышь, так хорош власть там. А что он так занервничал? Б***ь. И тут я нахожу смс от Леры. Конечно, телефон он далеко не прятал. Ведь ожидал увидеть только перепуганную Золушку, а не пару амбалов в придачу. А отсюда написано, Зая, не могу говорить, я на собрании. А кто у нас Лера? Какая Лера? Ничего не знаю. Чем докажешь? Чем докажешь, я вас спрашиваю? Ой, это мы часто слышим. Вообще-то тебе снимали скрытые камеры, даже из моей сумочки. И теперь главный вопрос. Кто же он все-таки такой? Слушай, давайте вызвать бинтов. Давай без бинтов. Если ты взял эту квартиру, то чего же на это кто не будет? Сдаю я эту хату. Не моя эта хата, а реалка, я понимаю? Слушай, давай я денежек накину. Давай я накину денежек. Порешаем вопрос на месте. Две минутки, пообщаемся местами, решим вопрос. Тщи, секундочку. Ты что-то признаешься, блин? Да признаю, я все признаю. И вот тут выдал всю свою схему, как на дуку. Хотите знать, какие деньги он искал, помимо своих 100 баксов? Деньги есть у тебя? Переписывался со мной он, не Лера. И на встречу позвал только тогда, когда убедился, что я готова купить смартфон. Ну, тот, который заплыл цены. А уборка была доп-приманкой, чтобы я точно не соскочила с вечерней встречи с Лерой. Во-первых, чтобы отдать ее золото. Во-вторых, чтобы купить ее шаровой смартфон. А почему бы мне не рассчитаться за телефон долларами? Об этом он тоже позаботился еще в переписке. Расчет четкий. Доллары сейчас на вес золота. Конечно, я рассчитаюсь гривнами. Вы проверили, тут точно 4 тысячи? Именно эти 4 тысячи он так упорно и искал. Нормально, отвечаю. Деньги есть? Нет. В итоге сообразительный риэлтор придумал простую схему, как пользовать квартиры, которые у него в простое. Заманивал на объект как Лера, обвинял в воровстве как хозяин. И пока перепуганная и опешившая золушка в ступоре. Милостиво прощал ее за денежную компенсацию. Давай проваливай сюда. Так я бы не передумал. Схема непыльная. Неделька переписки, 10 минут крика и ора и оп 4 тысячи гривен в кармане. Были бы. Скажи, послевкусие такое, о чем мы ему по морде не дали, да? Ну, хотя бы этими злосчастными 100 баксами. Зато у меня баксы без последствий. Тогда с меня отгадка. Давай-ка трубочку на баре. Красненькую. Не разрушив конструкции, не разлив воды. Достать 100 баксов. Вот, берем трубочку обычную. И так очень сильно сплюскиваем край. А потом так аккуратненько, очень аккуратненько, аккуратненько. Ее туда просовываем. А она просовывается. Проталкиваю доллары к краю. Вот этот кусочек, вот он. В общем, ты понял, да? Я вытянула, вытолкала трубочкой маленький уголочек. А теперь я аккуратненько, очень аккуратненько. Доллары настоящие. А весь прикол в том, что они в воде размокают и становятся эластичными. Эластичными и мокрыми. При этом такой фокус получится только с настоящими деньгами, с настоящими баксами. Потому как у них там правильная крепкая бумага, которая размокает и потом становится такой эластичной вот видеовочкой. Продолжение следует...